Этим утром в Каир была выведена еще одна партия вещей, найденных на месте крушения робоса А321. Российские спасатели обследовали уже 33 квадратных километра площади из тех 40, что входят в зону поисков. Помимо личного состава задействованы беспилотники. Также помогают и данные, полученные с помощью космического мониторинга. Между тем, специалисты, работающие с так называемыми черными ящиками разбившегося самолета, столкнулись со сложностями. Речевой самописец оказался поврежден сильнее, чем предполагалось. Записанную на нем информацию необходимо скопировать, причем сделать это нужно крайне осторожно. Сейчас идет подготовка к этому процессу. Ход операции на Синайском полуострове сегодня обсуждался на селекторном совещании в МЧС. 40 километров квадратных это зона вашей персональной ответственности. Каждый сантиметр квадратный проверьте, обследуйте. В зоне чрезвычайной ситуации работают представители различных служб, структур. Организуйте четкий и жесткий контроль за всеми передвижениями людей в зоне чрезвычайной ситуации. Особенно тех, кто туда прибывает впервые. Тем временем компания Кагалыма Авиа, которая эксплуатировала разбившийся лайнер, рассчиталась о выполнении предписания Ространснадзора. Ведомство ранее распорядилось приостановить использование самолетов данного типа. Это, напомню, аэробус А321. И сегодня сообщило, что перевозчик предоставил соответствующие документы в надлежащие сроки. А в аэропорту Шальм-э-Шейх, откуда в минувшую субботу вылетел рейс 9268, усилены меры безопасности. Достаточно ли их, выясняют прибывшие туда представители британских спецслужб и работники консульства Соединенного Королевства. Премьер страны Дэвид Кэмерон провел заседание чрезвычайного комитета, на котором было решено пока запретить вылеты из Шарма всем лайнерам национальных авиакомпаний. Подданным рекомендовано пока отказаться от поездок на египетский курорт из-за предположения о наличии взрывного устройства на борту российского самолета. Приостановило все полеты в этот город и Ирландия.